Здравствуйте, я Анастасия Цыганова, это вечерний канал Прима, но залог хорошего вечера это полезный завтрак. И сегодня медиагруппа Прима собрала 100 ключевых бизнесов Красноярска здесь, в пространстве, дом на большом мероприятии. Это завтрак про завтра. Для представителей красноярского бизнеса здесь сегодня идут небольшие семинары, например, как выстраивать коммуникации во время кризиса, какие возможны налоговые послабления, как создавать цифровой щит и вообще вести себя в незнакомых социальных сетях. И, наконец, как искать и сохранять сотрудников. Рядом со мной сейчас находится генеральный директор медиагруппы Прима Сергей Рубцов. Здравствуйте, Сергей Грович. Почему мы здесь сегодня? Слушайте, ну мы так все истасковались по лицам реальным, по встречам каким-то, по бизнес-тусовкам, просто по тусовкам. И не только мы. Я так смотрю, в городе, в это вот ковидное окно, если так можно сказать, все пытаются скорее собраться, потому что неизвестно, что будет дальше. Опять придет какая-нибудь очередная волна, и мы опять на изоляции окажемся. Поэтому все ловят момент, все собирают своих партнеров и клиентов, мы не исключение. Более того, мы, правда, истасковались, потому что у нас два года нет наших легендарных фестивалей, где мы могли собрать всех, и наших зрителей, слушателей, партнеров зеленого, белого, ярмарки, летней кухни. Поэтому сегодня мы собираем клиентов, потому что время неспокойное, как известно, экономический кризис есть. Мы как раз хотим друг друга поддержать, поделиться какими-то лайфхаками с помощью наших сегодняшних спикеров. Нужно работать, нужно каждому делать то, что он умеет профессионально делать, и так победим. И большое спасибо пространству «Дом», которое у нас сегодня принимает, потому что новое пространство в городе, крутое и очень приятное. Как раз рядом со мной сейчас находится еще и руководитель этого проекта, Эльдар Мухамедзианов. Эльдар, доброе утро. Всем привет. У вас очень круто, очень необычно. Какие еще мероприятия, кроме таких деловых встреч, у вас проходят? Ну, наверное, начну с того, что мы очень долгое время готовили этот проект, я имею в виду проект «Дом». И позиционировали как место встречи интересов и, конечно, как место тусовок. И что очень приятно, что помимо того, что мы пятничный субботний ночной клуб, мы делаем первый special case. Мы тоже себя относим к специальному бизнесу, тусовочному, но все-таки наполненному культурной основой, которую мы сейчас здесь будем в этом прекрасном городе продвигать. Спасибо, Эльдар. Ну что ж, завтрак про завтра начинается. И самое время узнать, какие новости есть у красноярского бизнеса. Мы объединились с компанией Skyfly. Теперь мы один большой холдинг развлечений в Красноярске. У нас более уже 300 впечатлений, поэтому если вы не знаете, что делать в вашем отпуске, если просто хотите интересно провести время, приходите к нам, мы подберем для вас индивидуальное предложение. Ну вот как раз буквально недавно, недели три назад, мы стартовали с продажами второй очереди нашего жилого комплекса. Привнесли туда некоторые изменения, улучшения по запросу потребителя. Во-первых. Во-вторых, мы открыли наш новый шоу-рум. И всех приглашаем для того, чтобы купить квартиру. Да, хочется ее всегда потрогать, почувствовать, осмотреться по сторонам, погулять по двору. Так вот, у нас такая возможность прекрасная есть. Новостей, слава богу, у нас практически никаких. У нас все стабильно, хорошо. Ну и думаем, что стабильность – это именно то, что нужно в наше время. Поэтому держимся, думаем, что все будет хорошо везде. В первую очередь у нас сейчас один из самых живых, наверное, рынков, потому что ипотечная ставка ведет себя очень переменчиво. Все мы знаем, в конце февраля, начале марта очень сильно возросли ставки. Все люди не совсем понимали, что им делать. Начали вкладывать деньги в недвижимость. То есть у нас был ажиотаж на рынке и самый лучший месяц за всю историю существования вообще. Именно сейчас мы делаем упор во всей нашей группе направлений на строительное направление, потому что мы предлагаем достаточно бюджетные, но энергоэффективные дома, сопоставимые со стоимостью квартиры сейчас на рынке. То есть мы говорим о том, что вы можете построить дом в 100 квадратов буквально за три месяца, который будет сопоставим со стоимостью квартиры в 60 квадратов. У нас в компании все стабильно, у нас есть определенный запас материалов. Также подбираем новых поставщиков при необходимости и стараемся поддержать наших клиентов, проводя новые акции. Анна Прохорова, основательница Школы эффективных коммуникаций, медиа-консультант и бизнес-тренер. У нас сегодня в студии Анна. Доброе утро. Доброе утро и добрый вечер, как хотите. Как вообще завтра, как мероприятия, как люди? Мне очень понравилось. Я, во-первых, соскучилась по всем живым людям. Ну, в том смысле, что даже мы проводили воркшопы в онлайн. И люди все, планерки и прочее, все в онлайн. А здесь такие все счастливые, все друг друга трогают, улыбаются. Ходят, обнимаются. Поэтому, конечно, приятно. Это все приятно. Тема мини-выступления, в том числе обратная сторона коммуникационных трендов. И как не пострадать от антикризисной повестки? Это про что? Антикризисная повестка – это паника. Паника, страх и принятие очень быстрых каких-то решений ажиотажных. Они играют нам в минус чаще всего, потому что это эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние сейчас у многих представителей бизнеса называется полузакрытые глаза. Ну, то есть, как бы полуприкрытые глаза, когда я вижу, что я хочу, или наоборот, выдаю желаемое за действительное. Ну, это такое полуприкрытые глаза. Ну, типа не широко открытые, чтобы понимать на самом деле, что происходит. А так, выборочно. Чем это опасно может быть? Это опасно, что мы эмоционально принимаем какие-то решения. А так как за нами бизнесы, вот эти эмоциональные решения не могут быть выверенные. Они как будто наугад. Ну, как дробью по воробьям, что ли, да? Вот, и поэтому нужно понимать вот это трендовое социальное, как люди себя ведут. Этих трендов 9, они очень объемные, и они выросли там из 2010 года, если я не ошибаюсь, набирали обороты там точечно. И поэтому сейчас они стали действительно мегатрендами. Те тренды, о которых я говорила, это тренд на масштабированную идентичность, это отказ от гендера, и это внимание как богатство. Отказ от гендера? Отказ от гендера это социальный тренд, но для нашей страны это не связано с историей про зачеркнуть пол в паспорте. Это не про то. То есть для нашей страны отказ от гендера это уже прекращение разделять всех на два пола, мужчин и женщин, в определенных характеристиках. И функционально тоже, наверное. Ну, конечно, то есть мы навязываем, что каждый пол должен. Вот это антитренд. Ну, то есть это однозначно нет. Поэтому женщины сильнее, а мужчины растерялись, и нужно уметь правильно обращаться с этим. Забудьте уже про то, что вы мужчины, забудьте про то, что вы женщины, будьте просто людьми. Вот как-то так. К друг другу, как к человеку прежде всего, а потом все остальное. Это и про панику в социальных сетях, и в реальной жизни? Конечно, да, конечно. Так это одно и то же. Ну, то есть социальная сеть это только инструмент для продвижения, а саму-то жизнь ты живешь в жизни. Самые главные вот эти вещи, которые бизнеса будут касаться, это внимание как богатство. Это когда любой ценой нужно оттянуть внимание на свою, например, рекламную кампанию, да, или на свое информационное сообщение. А попробуй-ка сейчас это сделать. То есть в формате рекламы и продвижения эта история буквально завязана на информационные войны. Вот конкуренция информационная. Да, да, когда один заявляет, другой заявляет. Заявление нужно делать в формате, ну, чтобы люди сделали вот так. Другие заявления никаким образом не повлияют на внимание, они не оттянут на себя. А как-то к репутации можно подмочить? Вот, в том-то и дело. То есть вот обратная сторона этого тренда, то, что как раз я сегодня рассказывала, это, ну, ты внимание можешь, да, особенно сейчас на панике и страхе, ну, заголовки, да, те заголовки, которые мы моментально принимаем как инструкция к действию. Я не буду сейчас их повторять, чтобы не быть вырванной из контекста. Но так или иначе, мы сразу же, читая этот заголовок, бежим, ну, то есть действуем, что-то делаем. Вещь какая? В любой истории с вот этими вау-эффектами нужно следующее делать еще впечатляющим. И когда все бизнесы делают еще, 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 есть потолок, который называется нашим скепсисом. Когда мы уже все, у нас вау закончились, мы уже перестаем верить, мы не верим. И вот тут история про репутационное. То есть те, кто таким образом на нас за счет нашего вау вытаскивал внимание, все, они нас больше никогда не получат, потому что мы им перестаем верить. Поэтому вот этот момент, когда вы работаете с этим трендом на себя, перетягивая внимание любой ценой, хайп, заголовки какие-то, какие-то провокационные сообщения, что-то еще, нужно понимать, что потолок у этого есть. Поэтому нужно, когда выстраиваешь стратегию информационной войны, нужно понимать, что не потолок в виде скепсиса, а продолжение в виде иронии. То есть сводить все в иронию или с кем-то, вот с кем ты конкурировал в этом вау-эффекте. Тогда мы с ним объединяемся и делаем какую-то коллаборацию. То есть мы уже собрали внимание всех, перевели в действие, а сейчас мы как будто, ну типа это же шутка была, мы объединяемся, делаем новый проект, и он будет вот таким-то. Это как свадьба голливудских звезд, которые... Ну, как бы да. Как бы да. Но просто свадьба голливудских звезд, она не несет никакого прикладного смысла, кроме удовольствия посмотреть на невесту и жениха другим людям. А когда мы говорим о бизнесах, которые объединяются в кризисный период, например, у одного производства, а у другого, там, я не знаю, какая-то форма продажи удивительная или что-то еще, ну то есть тогда можно и принести еще пользу конкретным людям, и люди поставят тебе в репутации галочку. Ну такую жирную, такую классную. В условиях кризиса общаетесь с клиентами, с предпринимателями. У них сейчас какие основные проблемы? Основная проблема сейчас практически всех — выйти из тупора. Ну то есть они пока не знают, что им делать, что им предпринять. Поэтому вот эта вот такая скованность, стрессовое состояние вынуждает либо совершать панические действия вот в формате коммуникации, либо вообще ничего не делать, посмотреть, как само рассосет. Как бороться с этим? Бороться — это ревизия. Есть такая ревизия коммуникационная, внутренние и внешние коммуникации, когда мы с чем-то конкретно расстаемся, потому что это больше не поможет, а что-то усиливаем. Но мы сами с собой должны эту ревизию пройти. И, соответственно, это человеческая, ну то есть это история про психологию. И следующий шаг — это бизнес. Когда мы начинаем вот эту ревизию проводить всех услуг, всех внешних сообщений, от чего-то конкретно отказываться, не тянуть, не бояться, что мы очень много на это потратили денег, поэтому давайте не будем от этого отказываться, пусть будет. Нет. Ну то есть так не получится. Все хвосты, которые не нужны в будущем, нужно обрубать сейчас. И тогда вот это чистое пространство даст возможность идеи придумать, с кем-то объединиться в эту коллаборацию. А пока мы это все в себе носим, как какую-то, как будто ценность, не дает нам возможности оперативно начать двигаться, начать движение. Вот как-то так. Опять копаться в себе придется, в первую очередь. Да там, на самом деле, Настя, там долго копаться не придется. Это все очень поверхно, потому что сейчас все в стрессе, и это очевидно. Поэтому не надо до детства докапывать, понимаешь? Это все гораздо короче путь. Спасибо, Анна. Ну а я напоминаю, что цифровой партнер нашего завтрака про завтра, компания Мегафон, с мегафоном бизнес сильнее. Ну и сегодняшняя встреча – это отличный повод узнать, что будет дальше. Я думаю, что с поставками ничего грандиозного не произойдет. Они как были, так и будут. Сейчас на данный момент есть некоторые сложности, потому что решаем с логистикой. Думаю, что это все устаканится в ближайшие месяцы, два-три, и все будет по-старому. Ну да, повышения цены не будут, но это не зависит от нас. Все будет упираться в айти. Айтишники впереди всех, мы им всячески помогаем. И будущее за айти-технологиями, конечно же. В ближайшие годы развивать именно вот такие цифровые сервисы, может быть, даже слегка отойти от классического нашего бизнеса, от телекома, переключиться вот в эту сторону и заниматься вот такими цифровыми сервисами для бизнеса. Ну, мне кажется, сейчас прогнозировать, в общем-то, не самое благодарное занятие. Поэтому будем жить в позиции игрока, когда неопределенность – это нормальная ситуация, и ты готов к разным развитиям сценариев. В индустрии есть все шансы развиваться, и даже у маленьких компаний есть все шансы выйти на новый уровень. И при должном уровне маркетинга, пиара, все будет хорошо, я думаю, у всех. Место найдется всем, деньги есть, деньги никуда не делись, людям их нужно тратить. Мы благодарим компанию «Мегафон» цифрового партнера для бизнеса с «Мегафоном. Бизнес сильнее». И сегодня в нашей студии Андрей Ким, директор «Мегафона» в Красноярском крае. Андрей, добрый день. Добрый день. Экономическая ситуация такая сейчас, что мы переживаем шок за шоком. Как в таких условиях работать? Что вы советуете бизнесу? Да, бизнес на сегодняшний день переживает опять очередную глобальную турбленцию. И мы, как компания, можем предложить бизнесу ряд продуктов, ряд решений, которые им помогут, во-первых, оптимизировать свои бизнес-процессы, улучшить клиентский сервис, найти новых партнеров. У нас много есть решений в нашем кейсе, порядка 70 различных цифровых продуктов. Ну и на самом деле, лучший кризис проходит те компании, которые занимаются цифровизацией своих бизнес-процессов. Это уже показали прошлые годы, показали прошлые кризисы. А можете привести пример, какие это компании, чем они занимаются? Вы знаете, наша компания занимается цифровизацией и разработкой внедрением сервисов цифровых уже более 20 лет. И это цифровизация разных отраслей экономики. От горнодобывающих до малого бизнеса, таких как сфера услуг. То есть это и крупные промышленники, и начинающие бизнесмены в том числе? Да, конечно, конечно. Такой вот разговор. Вот в таких условиях, чтобы работать, чем нужно обладать, какими качествами или какими, не знаю, тулс, да, устройства называют их по-другому? Ну, я думаю, что в первую очередь необходима вера в себя, вера в то, что ты делаешь. С этого все начинается. То есть если у тебя нет понимания, куда дальше двигать свой бизнес, то, соответственно, никакие инструменты не помогут. Но когда у тебя есть уже цель четкая и есть важное понимание, что мы все работаем ради клиента, ради конечного нашего потребителя, наших продуктов, то, соответственно, те инструменты, которые могут помочь развить твой бизнес, они всегда найдутся, а мы, как надежный партнер, можем их предоставить. Давайте разберем на конкретном примере, чтобы и наши зрители понимали, и представители бизнеса тоже, Красноярского, который вот у нас здесь неподалеку. Например, кондитерская, которая работает в интернете, через социальные сети. Какие инструменты можно им приложить, чтобы они развивали свой бизнес именно в вопросах цифровизации? Для конкретного клиента мы бы могли предложить такую услугу, как Мегафон Таргет. Это реклама для конкретной целевой аудитории. То есть кондитерская может определить, кто их целевая аудитория, соответственно, привлечь их к себе в качестве клиентов. Если это более крупная организация, то здесь уже и более крупные какие-то масштабы, масштабированные идут? Если это крупное, особенно промышленное предприятие, я говорю, у нас в портфеле более 70 различных услуг, которые мы можем предложить нашим компаниям. Это такие, как, например, контроль кадров, это такие, как контроль автопарка, это видеонаблюдение, это масса всего. Если мы говорим об обычных красноярцах, которые не связаны, может быть, пока с бизнесом, то для них какие приложения в нынешних реалиях, как им будет проще жить и работать? Если говорить про обычных абонентов, то, конечно же, в первую очередь нам хотелось бы выделить свою очень сильную составляющую компании Мегафон. Это скорость передачи данных. Мы уже более пяти лет занимаем первое место среди всех операторов в России по скоростям мобильного интернета. Так как сейчас все уходит в онлайн, очень многое уходит в онлайн, и в этом есть такая острая потребность у всех, включая обычных абонентов, то, соответственно, если у тебя быстрый интернет, то ты быстро решаешь всевозможные задачи и находишь необходимые ответы. Телевидение тоже в эту же сторону? Да, конечно. Можете рассказать о том, какие вы покрываете, ну вот покрытие у вас идет по Красноярскому краю полностью? Да. У нас покрытие одно из самых лучших на территории Красноярского края. Мы этим гордимся, но мы на этом не останавливаемся. Мы продолжаем развивать нашу зону покрытия базовых станций, чтобы все больше удаленных населенных пунктов было покрыто качественной связью миофон. Главная цель сегодняшнего нашего завтрака – это объединить разные бизнесы, чтобы они общались, создавали какие-то коллаборации. Как вам мероприятия, с кем уже успели пообщаться? Слушайте, отличное мероприятие на самом деле. Много с кем уже успел пообщаться и еще хочется на самом деле пообщаться со всеми. Я в начале мероприятия представился, чтобы меня немножко узнали, да, и я всегда открыт к диалогу. Я считаю, что диалог – это очень важно. Почему? Потому что человек продает человеку, а не компания продает компанию. Поэтому если есть вот такие площадки, то мы с удовольствием выступаем партнерами, мы с удовольствием встречаемся с нашими как существующими клиентами, так и с потенциальными. Потому что во время диалога не просто создается какое-то предложение, да, и оно принимается, либо не принимается, а создается уже некая связь, которая в дальнейшем поспособствует более точному и грамотному с нашей стороны, допустим, выявлению потребностей нашего партнера, нашего клиента. И, соответственно, предложением более грамотного там пакета услуг. Как у вас работает направление ведения бизнесов? Например, вот сейчас представители с вами пообщались, да, захотели как-то расшириться, цифровизироваться. Им куда идти? Менеджеры занимаются предложениями вот этими? Да. Причем вплоть до меня, как руководителя отделения, то есть я тоже могу выступать в качестве менеджера. Можно никуда не ходить, мы сами придем, мы сами проведем встречу. Очную, расспросим нашего клиента, какие у него запросы, какие у него чаяния, какие у него есть пожелания, да. Мы составляем комплексную картину для того, чтобы именно дать комплексное решение. Не какой-то конкретный отдельный продукт, а именно собрать все продукты, которые у нас есть, так, чтобы закрыть максимум всех потребностей клиентов. И наши телезрители волнуют часто, вот в последнее время вопрос о цене. Вот правда, что цифровые продукты, они все-таки дорожают или это все в принципе доступно? Это все доступно. Хорошо. На такой позитивной ноте мы с вами беседу завершаем. Спасибо, что пришли к нам сегодня на завтрак. Напомню, у нас в гостях Андрей Ким, директор Мегафона в Красноярском крае. Но прямо сейчас подборка вакансий непосредственно от самих работодателей. Привет, это вечерний канал Прима, я Анастасия Цыганова. И мы находимся в пространстве Дом. Медиагруппа Прима сегодня здесь собрала представителей 100 ключевых красноярских бизнесов, чтобы они общались, обменивались новостями и вообще рассказали, как они выживают в это непростое время. Но я напоминаю, что цифровой партнер нашего сегодняшнего события – компания Мегафон с Мегафоном «Бизнес сильнее». Но сейчас самое время узнать, какие есть новости у красноярских предпринимателей. За 2022 год мы помогли предпринимателям привлечь около 50 миллионов рублей от фонда «Содействие и инновации» на развитие своего бизнеса и своих технологий. Также мы приняли несколько новых резидентов к нам в «Бизнес инкубатор», а также всегда рады новым. Наконец-то у нас появился сайт. На самом деле мы работаем уже с моим коллегой 5 лет и у нас появился сайт. Заходите, смотрите наши работы, интересные кейсы. Из новостей, из последних работаем, перестраиваемся потихоньку на новый лад. Но в принципе работа есть и появляются новые интересные решения для бизнесов. Мы давно на рынке, поэтому нас это не коснулось. Не знаю, как будет в дальнейшем, но я приняла такое решение как руководитель, что цены мы повышать на сегодняшний день не будем, несмотря на то, что наши поставщики повысили минимум на 30%. «Мы убедились в том, что мы на правильном пути и на правильный путь мы встали еще несколько лет назад, потому как сейчас мы распределительный центр с большими возможностями. Мы соединяем логистические цепочки России на себя и распределяем дальше товары по региону и также по России. И мы убедились, что мы на правильном пути в очередной раз, потому как сейчас логистические цепочки все сломаны. В Европу ничего не везем, из Европы ничего не везем, очень все плохо и нестабильно. Но мы развернулись очень сильно на Китае». «Конечно же, сейчас главный упор мы делаем на то, чтобы во всех этих непростых условиях сохранить качество нашей продукции. Как известно, для нас всегда является важным акцент на правильном питании. И технологи у нас сейчас работают, я бы сказала, в непрерывном режиме, потому что, ну, конечно, нюансы какие-то с поставками, с логистикой, они есть. То есть какое-то сырье не поспевает, какие-то есть сложности. Но рецептура изменяется. Допустим, там, где был лен, мы меняем его на кунжут. Но при этом, чтобы не было, что если какой-то ингредиент пропал, что значит пропал? Нет. Мы стараемся заменить, чтобы количество семян и злаков, допустим, в Крыбах было на высоком уровне. Есть, опять же, один из моментов, на который мы обращаем внимание и подстраиваемся под запросы, это выезд медицинской сестры на дом. Это тоже возможно, это возможно сделать бесплатно, обратившись на горячую линию. Поэтому, в принципе, мы максимально открыты, максимально полный перечень пытаемся предложить нашим пациентам. Пространство дом относительно недавно открыл свои двери, и мы очень аккуратно о себе заявили. Ну, в прямом смысле, очень аккуратно. То есть мы там не кричали в рекламном медиаполе о том, что мы открыли, приходите, потому что проект очень новый, и не только для города, но и для самой команды. Так как у нас основная внутренняя идея состоит из трех одновременно существующих локаций, которые в пятницу, в субботу в режиме ночного клуба выполняют функцию танцполов с разной музыкальной основой. А в практическом смысле это означает, что разная аудитория смешивается здесь. Поэтому мы стали позиционировать дом как пространство, место встреч интересов, разных интересов. Еще один наш сегодняшний спикер Денис Терехов, управляющий партнер агентства социальной сети, депутат законодательного собрания Красноярского края, автор и ведущий телеканала «Мир». Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Тема вашего мини-выступления «Социальные сети. Как это будет по-русски?» написано транслитом. Ну, конечно, потому что до этого социальные сети все были по-нерусски, хотя я должен вам сказать, что Россия и Китай – это две уникальные страны, где и поисковик локальный популярнее глобального, да, Яндекс популярнее Гугла, и где социальные сети всегда, и ВКонтакте, и Одноклассники были популярнее сетей глобальных. Вот только Китай и Россия могут этим похвастаться. Поэтому, в принципе, это по-русски у нас всегда было. Просто сейчас это, конечно, стало более выпукло, если угодно. Сейчас у нас что, будут российские сети? Смотрите, вот на самом деле, вот после известных событий, когда компания «Мета» была признана экстремисткой, и там две социальные сети – Фейсбук и Инстаграм – были тоже признаны экстремистскими, у нас, на самом деле, оказалось, ну, с одной стороны, вроде бы и так всегда было, но оказалось, по сути, всего, пять площадок. Это ВКонтакте, Одноклассники, классические социальные сети. Это Яндекс.Дзен, он больше похож на старый добрый ЖЖ, живой журнал, да, когда, знаете, много букв не осилил, раньше говорили. Ой, мои мысли и так далее. Ну, да, да, потому что вообще, как известно, в интернете всего полтора процента оригинального контента, а 99% – это репост. Потому что людям, честно говоря, нечего сказать, да. Так вот, Яндекс.Дзен, третья площадка. Рутюб, который пытается конкурировать с Ютюбом пока не очень удачно, но я думаю, что у них все впереди. И Телеграм. Я думаю, что Телеграм, конечно, может стать нашим всем. Потому что Павел Дуров все-таки человек довольно такой активный, амбициозный. И здесь в качестве референса можно, конечно, говорить про китайский Вичат. Китайский Вичат, на самом деле, это, в принципе, все. Это и мессенджер, это и каналы, это и социальная сеть, это и платежная платформа, это и развлекалово, все что угодно. Я думаю, что, в общем, у Телеграма большое будущее. Как нам вести себя в социальных сетях сейчас? Знаете, знаете, если можешь не писать, не пиши. Это главный принцип. И он касается, конечно, в первую очередь, чиновников, каких-то людей публичных. Да, действительно, есть проблема, которая называется «нет сети с картиночками». Потому что ВКонтакте, он, конечно, больше похож на Фейсбук. И Павел Дуров никогда не скрывал, что он, в общем, смотрел, вдохновлялся, что называется, творением Марка Цукерберга. Нет вот чего-то такого простого, где можно просто взять, ой, смотрите, какая я сегодня симпатичная, смотрите, что я сегодня поела. Вот этого не хватает, объективно. И все, что, все эти попытки, так называемые, импортозамещения войти, но я не хочу слово-слово «Росграмм» применять, но это, конечно, так. Ну, знаете, как бы там, это все несерьезно. Ну, потому что любая большая крупная социальная сеть – это месяцы, если не годы разработки. И здесь, знаете, тот случай, как, знаете, есть такой анекдот, да, что девять женщин не родят ребенка за один месяц, да. Вот, сильно, там, серьезные годы разработки, во-первых, и во-вторых, это колоссальные вложения, это сотни миллионов долларов, то есть это миллиарды рублей. Я не уверен, что сейчас эти деньги будут тратиться, ну, потому что, в общем, есть на что потратить деньги в наше непростое время. То есть красноярскому бизнесу, в том числе, сейчас занять какую? Выжидательную позицию? Ждать, пока кто-нибудь создаст? Нет, нет, нужно идти, нужно идти в «Контакте», нужно идти в «Одноклассники». Кстати, «Одноклассники», я считаю, совершенно недооцененная сеть. «Одноклассники» – это та сеть, где людей еще лет 15 назад научили платить деньги за социальные действия. Ну, там, отправить там цветочек, отправить какую-то там картиночку, и за это платили деньги, понимаете? Вот, знаете, мы очень долго находились в плену маркетологов, людей, которые жили в самолете между Лондоном и Барселоной. Они снимали рекламу, которая нравилась Симоне, которая отражала вообще, как мне кажется, интересы их потребителей. Сейчас, к сожалению или к счастью, я, честно говоря, говорю об этом с нескрываемым таким сарказмом, пришел конец. И поэтому сейчас, конечно, вот мы вернулись туда, куда мы вернулись. Поэтому я думаю, что «Одноклассники» ВКонтакте – это хорошая площадка, там можно найти аудиторию. «Контакт» – это более молодая аудитория, «Одноклассники» более такая, что называется, консервативная, взрослая. «Телеграм», если вы, там, такой B2B-бренд, и вам есть что сказать, набор информационных лент. Ну и я думаю, что нужно, конечно, прокачивать «Рутюб». «Рутюб» сейчас дает совершенно потрясающие возможности для блогеров. Все сети, я должен сказать, сейчас поступили очень порядочно. И «Рутюб», и «ВКонтакте» отдают 100% всей выручки блогерам. То есть, если, там, например, раньше они делились только частью, там, 30% или 50%, то сейчас дают все. Ну, чтобы просто привлечь на площадку. И чтобы выживали, видимо. Потому что 80% за последний месяц, 80% доходов потеряли российские блогеры. Многие буквально, мне кажется, идут мыть пол. Это может быть, например, смешно звучит, да, но тем не менее, люди ничего не умеют, кроме того, как фотографировать себя и куда-то постить. Ну, на что учились, туда и попали. К вам вопрос, как к депутату, наверное, вот антикризисные меры, вот эти поддержки, да, для бизнеса, они насколько бизнесу-то нужны и реализуется это, по вашему мнению, как? Ну, смотрите, значит, во-первых, реклама, маркетинг, вот поэтому АКВЭДу, сейчас, я скажу, непонятное слово, который никто не понимает, да? В общем, людей, которые занимаются рекламой, маркетингом, пиаром, исследованиями, им налог, если они работают в попрощенной системе, значит, снизили до 1%. Ну, вот, на самом деле, буквально две недели назад на сессии были приняты совершенно беспрецедентные меры, плюс еще 21 миллиард был выделен, это большие деньги. На самом деле, у нас все хорошо, вот, знаете, я понимаю, что сейчас говорить такие вещи, ну, может быть, у него там цинично, но, тем не менее, ну, многие просто не знают, что Красноярский край, он четвертый после Москвы, Московской области и города Петербурга по доходной части бюджета. У нас там доходная часть бюджета это 320, могу ошибаться, миллиардов рублей, расходные 360, есть там некоторый дефицит, но это техника. То есть, на самом деле, нам кажется, и в этом смысле, и позиция губернатора, и позиция законодательного собрания такова, нужно тратить деньги сейчас, нужно вливать деньги в экономику. Ну, потому, знаете, сейчас горизонт планирования 15 минут, поэтому каждый день, каждый час, каждую минуту на счету. Вот корректировки бюджетов, следующая осенняя, правильно? А может быть, какие-то внеплановые придется корректировать что-то? Слушайте, вы знаете, мы все, ребята, довольно мобильные, надо соберемся хоть завтра, поэтому, ну, пока по плану, конечно, это осенняя корректировка, я думаю, что нужно, во-первых, разобраться с тем, что уже накорректировали, вот, но если там ситуация потребует, конечно, мы это сделаем оперативно. Какие советы вы можете дать нашим предпринимателям красноярским? Кто-то советует бить лапками сильнее в крынке с молоком, кто-то советует подождать, что вы скажете? Знаете, я думаю, что мы сейчас должны друг другу помогать, вот, я думаю, что предприниматели должны понимать, что каждый вложенный рубль сейчас в рекламу, в продвижение, он вот в это сложное время, ну, как, вернется с торицей. Я думаю, что, конечно, вот, я не знаю, я не хочу, там, знаете, там, пафосно звучит, да, там, но я считаю, что мы все должны немножко обняться, там, в широком смысле этого слова, да, друг другу помочь, такое, общество звено пиара, что ли, организовать, и только так и выжим. Потому что экономить можно, знаете, когда, экономить можно тогда, когда ты понимаешь, что будет через 10 лет. В ситуации, когда мы не очень хорошо понимаем, что будет через месяц, нужно просто, мне кажется, там, ну, вот, что называется, как-то, по телевизору, наверное, нельзя говорить, да, работать, работать, еще раз работать. А начинать новый бизнес? Ну, вот, знаете, вот, вы знаете, вот я снова буду сваливать какие-то лозунги, да, о том, что, там, и вот, кризис-то время возможностей. Сейчас, ну, из-за того, что, там, многие уважаемые и неуважаемые западные бренды ушли с нашего рынка, мы получаем совершенно колоссальное, в общем, большое окно возможностей. Ребят, ну, строгайте стулья, нет икеи. Ребят, там, пеките, значит, пироги, нету Макдональдса. То есть, на самом деле, сейчас так много ниш, в которые можно зайти, там, например, там, парфюмерия та же самая, да, там, те же самые, там, просто связанные с лекарствами. Вот один из, там, из клиентов нашего агентства, компания Биокат, она говорит, слушайте, ну, как бы это страшно ни звучало, мы рады, что ушли эти фарм-бренды. Теперь мы сможем свои, как бы, российские разработки активнее двигать, тем более правительство, действительно, сейчас многие те моменты, которые до этого были зарегулированы, сейчас, как бы, там, ну, что называется, более лояльно это смотрят. Спасибо большое, спасибо за завтрак, хотела сказать, да. У нас в гостях Денис Терехов, управляющий партнером агентства «Социальные сети», депутат Законодательного собрания Красноярского края, автор и ведущий телеканала «Мир». Ну, а прямо сейчас давайте послушаем еще порцию прогнозов от красноярского бизнеса. Однозначно в конце апреля, начале мая ожидается еще падение потечной ставки, это значит, снова возрастет спрос, люди будут покупать, люди будут продавать. И где-то к июлю-августу мы ожидаем, что рынок уже начнет стабилизироваться, поэтому такого, как 2-3 года назад, конечно, пока что не будет, но в целом цены будут более стабильны, ставка будет более стабильна. Жилой комплекс «Пушкин» сейчас в финале федеральной премии Urban Wars 2022, как лучше строящийся комплекс комфорт-класса по СФО. Мы продолжаем высокой динамике строительства жилого комплекса «Универс» и по планам летом запустить вторую очередь строительства жилого Микроэлла. В ближайший год я уверена, что все будет хорошо, потому что благодаря последним событиям, к сожалению, все закрыто, и люди хотят развлекаться, особенно сейчас весна, душа поет. Полагаю, что строительство как развивалось, так и будет развиваться. Новые проекты на самом деле на сегодняшний день не все пока разворачивают свои новые проекты, но тем не менее мы работаем, жизнь идет. Я думаю, что у нее еще все впереди по той простой причине, что мы прекрасно понимаем, что выездного туризма становится все меньше, поэтому внутренне будет развиваться. Поэтому думаю, что перспективы достаточно неплохие. Это «Завтрак про завтра». У нас сейчас максимально прикладная студия. Если ищете работу, прислушайтесь к нам, будет полезно. В гостях у нас HRD, группа компаний IT-парк «Петерский мостик» и преподаватель кафедры управления человеческими ресурсами СФУ Елена Ронганин. Елена, здравствуйте. Добрый день. Важный вопрос. Что сейчас у нас происходит на рынке труда? Что с работой вообще? Ну, вы знаете, сейчас рынок труда в периоде турбулентности. Сказать, что вот прям точно что-то происходит, да, и вот это надолго, наверное, нельзя. Но, тем не менее, можно выделить несколько таких трендов, да, несколько таких моментов, которые стоит отметить. Сейчас компании, то есть рынок труда, он же зависит от бизнеса. То есть в каком состоянии бизнес, в том состоянии и рынок труда. А бизнес у нас разный. Есть бизнес, который более связан с государством, да, градообразующие предприятия, как их раньше называли, крупный бизнес, такой пригосударственный бизнес. Там ситуация достаточно стабильна, люди работают, людям продолжают выплачивать зарплаты и так далее. Наверное, сейчас сложнее всего в малом и в среднем бизнесе. В том бизнесе, который не имеет таких больших запасов, да, и вот тут очень важно, в каком бизнесе вы работаете, какие ценностные составляющие, да, какие представления и какие умения, бизнес-умения у того собственника, который этим бизнесом управляет. Поэтому вот эта ситуация сейчас, она как раз показывает, а где вы находитесь. Что можно сделать, да? Да, всегда, давайте сначала еще немножко поговорим о том, какие сферы сейчас заделаны. Ну, например, сейчас сферу медуслуги. То есть традиционная русская черта, когда становится не очень хорошо финансово, мы экономим на себе. Ну, например, на своем здоровье, да. Хотя я так делать категорически не рекомендую. Или в внешнем виде, да, то есть на красоте на какой-то. Понятно, что сейчас часть бизнесов, они были связаны с иностранными продуктами, да, с иностранными даже инвестициями. И вот им сейчас непросто, да. Поэтому сейчас самое время пересмотреть, где вы находитесь, да, и пересмотреть о том, в каком вы состоянии. Я имею в виду с точки зрения профессиональной вашей компетентности. А что посоветуете вот руководителям бизнесов, которые могли бы пострадать? Это что, крайние меры это сокращения какие-то. Но вот как выживать? Ну, к сожалению, да, сейчас, может быть, это не очень человечно прозвучит, но есть понятие человеческий ресурс или человеческий капитал. И да, люди являются ресурсом для бизнеса, да, в этом нет ничего обидного. Хороший работодатель, который ценит своих людей, он относится к ним заботливо и хорошо, как к своему ресурсу, о котором нужно заботиться. Вот, поэтому, ну, вот так вот. Ну, исходя из ситуации, каждый будет сам смотреть, видимо. Да, будет каждый принимать свое решение в зависимости от того, ну, насколько это высокорисковая история, в принципе, для сохранения его бизнеса. Если мы говорим об обычных людях, которые, может быть, не связаны с крупными корпорациями или с бизнесом, как им быть сейчас на рынке труда? У нас много безработных или, может быть, ситуация, в принципе, более-менее еще хорошая? Ну, вы знаете, государство сейчас следит за тем, чтобы, ну, не было такой критической ситуации и, ну, какие-то меры поддержки все-таки вводятся, ну, например, для IT-отрасли, в которой я работаю. Но, тем не менее, надо понимать, что вот то, что сейчас происходит, это надолго. 3-5 лет, кто-то прогнозирует 10 лет. То есть такая экономическая перестройка. А что бы я посоветовала? Я бы посоветовала сейчас не быть гордым и не быть таким, знаете, упертым, негибким. То есть сейчас важно посмотреть, что реально у тебя есть с точки зрения твоих умений, да, с точки зрения твоих навыков, с точки зрения твоих связей, да, с кем, кто может тебя порекомендовать, да, с кем ты знаком. И вот эти все вещи, да, с точки зрения твоей энергии, да, потому что никто не любит кандидатов на собеседование с потухшими глазами, да, то есть которые, на самом деле, в панике, в стрессе и, ну, как они будут работать, какой фон они будут создавать внутри компании. Поэтому, ну, как в самолете, маску на себя сначала пересмотреть, сделать такой апгрейд и не зацикливаться на своих прежних возможностях. Мир перестраивается. Вот он прямо сейчас перестраивается. И это не на месяц, не на два, это на годы. И, значит, сейчас вот слово «кризис» подарили нам древние греки. И если помнить перевод, то там кризис имеется в виду как поворотный момент. И вот я бы порекомендовала рассматривать это именно сейчас как поворотный момент для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Избавиться от тех... Очень мудро я хотела добавить. И у нас не так много времени остаётся. Ваши прогнозы по поводу профессии можете нам и нашим телезрителям подсказать? Я бы предложила отстать от детей, когда они в гаджетах. То есть это наше будущее. То есть мир меняется в сторону информационных технологий. И всё, что связано с цифровизацией, оно будет развиваться абсолютно точно. Я бы предложила подумать на тему профессиональных союзов. С кем можно соединить свои знания, умения, усилия и так далее. Что ещё я бы посоветовала? Я бы сейчас посоветовала ещё раз обратить внимание на своё психическое и физическое здоровье. Это важно. Те, кто только сейчас выпускается из школы, у нас на горизонте приёмная комиссия. Что посоветуете абитуриентам, как себя вести, чтобы не прогадать? Понятно, что горизонт планирования, как сейчас все говорят, две недели, может и 15 минут, но всё-таки. Куда поступать? Ну вот для тех зрителей, которые немножко знакомы с английским, у меня вот футболка, я специально её надела на сегодняшний эфир. И в переводе на русский это значит «делай, что любишь, и люби, что делаешь». Я всегда в любых ситуациях, кризис или не кризис, я рекомендую обращаться к тому, к чему у тебя лежит сердце. И вот туда вкладывать много усилий. И вот тут не жалеть себя. И вот тут много учиться. И вот тут быть не гордым, идти в подмастерье, стараться работать не только 8 часов, а 12 часов, если тема тебе интересна. Но обязательно выбирать ту тему, которая тебя драйвит. И вы обязательно станете хорошими профессионалами, и у вас будет успех, и вы будете зарабатывать хорошие деньги, если вы будете заниматься тем делом, которое вам нравится. Что посоветуете блогерам и людям, которые зарабатывали в цифровой сфере, в интернете? У них сейчас много проблем, но они как-то тоже перестраиваются. Что вот им делать? Конечно, они тоже перестраиваются, потому что никто не хочет терять финансовые какие-то свои возможности. И я знаю, что они уходят на другие площадки. Пока этот процесс еще такой переходный. Но люди очень жизнеспособный вид. И я верю в то, что мы пережили кризис, я по крайней мере, 91-го, 98-го, 2008-го, 2014-го. Мы пережили два года пандемии. И, конечно, эту ситуацию тоже все переживут. Просто надо двигаться. Про гордость очень хорошо вы сказали. То есть не нужно бояться идти работать таксистом, если так сложились обстоятельства, например? Конечно. Ну, единственное, что важно помнить, что есть не только два выхода. Вот есть такой. Вот я работала руководителем логистики, а сейчас логистика схлопнулась, и теперь я пойду таксистом. Нет, вариантов больше. Главное не замирать. Главное продолжать общаться. Главное – видеть новые возможности и жить с широко открытыми глазами. Спасибо большое, Елена. В гостях у нас Елена Ронганин, HRD-группа компании IT Park, Питерский мостик и преподаватель кафедры управления человеческими ресурсами СФО. Спасибо, что приняли участие в нашем завтраке. Но я напоминаю, что наш цифровой партнер бизнеса «Мегафон», компания «Мегафон», с ней бизнес сильнее. Ну и прямо сейчас подборка вакансий непосредственно от самих работодателей. Мы постоянно ищем партнеров, которые предоставляют услуги в сфере развлечений. Поэтому, если у вас что-то есть, приходите к нам. Мы готовы принять талантливого, опытного человека и определенно найти для него какую-то вакансию. Плюс специалисты по недвижимости требуются нам всегда. Мы всегда ищем новых сотрудников, которые хотят влиться в нашу дружную большую компанию. Мы готовы рассматривать кандидатов, так что будем рады видеть. Зарплата, все зависит от количества дней. То есть за 15 рабочих дней можно получить как и 25, так и 50 тысяч рублей. Нам нужны маркетологи, нам нужны специалисты в сфере IT, нам нужны хорошие продавцы. Зарплата у нас, мне кажется, по рынку, как сказать, средняя, но у нас очень хорошая система мотивации. Еще один спикер сегодняшнего мероприятия. Игорь Артемьев, налоговый советник и экономический советник в том числе. Игорь, здравствуйте. День добрый. Основные акценты вашего выступления. Как вообще сейчас жить? Что у нас происходит? Правда, что такие кризисы бывали и раньше. Да, их было достаточно много. Сегодня я показывал как раз о том, что почти 4 слайда забиты просто названиями, датами. И мы все их даже не запомнили, но они все происходят постоянно. И на самом деле во всех этих реалиях самое главное не думать о них, а на самом деле думать о себе, акцент на себя. Вот это очень важный момент, который здесь есть. То есть делать то, что мы должны, привычные, механические. Делать свое дело, развивать свою компетенцию и самое главное очень быстро реагировать. Как я уже сказал сегодня в тезисе, основной тезис это быть быстрым и умным. Тема заявлена как завтра, это вчера. Что значит эта фраза, поясните. Смотрите, то есть все, что происходило, я сегодня это показывал, это было и 19-й, и 20-й век, и это 21-й век. А на самом деле все предыстории идут с 17-го века. На самом деле все, что сегодня творят наши бывшие партнеры экономические, и что они делают в имя нашей страны, как они это все преподносят, они делали и в 20-м веке, они делали и в 19-м веке. И когда меняется экономический лидер, когда меняется экономическая формация, каждый раз происходят подобные вещи. Единственное, что в таком масштабе, в такой коммуникации их не происходило. Мы действительно верили, что это будет во время ковида, а это оказалась предподготовка к этой всей истории. Потому что тогда уже было видно по показателям, а сейчас это в самой яркой манере проявилось. И всего лишь для них стал повод события февраля и никак не следствие. То есть мы на ковиде потренировались и теперь вот с головой. Вы сказали, что по сути это исторический момент, вот сейчас происходит, такого вы говорите не было. Это не просто исторический момент, это уникальная ситуация. Просто настолько уникальна, сколько возможно. То есть мы с одной стороны видим действия, комбинированные действия, связанные с военной ситуацией. Мы видим экономику, мы видим психологию невероятную. Мы видим невероятное развитие средств массовой информации и на самом деле тот акцент, который ставит сегодня пиар-система. И как это все завязано в одну экономику. А самое главное, что на фоне несменяющегося энергетической ситуации, у нас как нефть и газы были основными ресурсами, так они и остаются. И при этом всем мы кардинально меняем экономическую формацию. И говорить о том, что у нас появится моновалюта, следующая, да, там юань, либо еще что-то, рупий, там еще что-то, не приходится говорить. Потому что мы получим, скорее всего, баланс между разными валютами и нового лидера. Не одну страну, не великую державу, а мы получим комбинацию, коллаборацию стран. Вот как раз хотел узнать, новая экономика сейчас, она какая? Это смешанная экономика с очень жестким государственным регулированием, с очень серьезной силой государственных органов, но при этом с очень мягкой политикой, практически полной свободой в отношении малого бизнеса, в отношении сельского хозяйства и вообще материального производства. То есть вот это вот она. Как мы можем использовать опыт исторический, да, чем он нас может научить, чему? Во-первых, мы очень четко можем видеть, какие действия совершаются, какие последствия они приносят. Мы точно понимаем, что мы говорим по стокфляцию, то есть мы говорим о том, что растет инфляция и одновременно вопросы с безработицей. Уже сейчас на уровне федеральном видят исторический аспект и очень серьезно за ним следят. И мы видим, как Центробанк очень серьезно сдерживает эти факторы. Мы видим, что мы не почувствовали, да, те вещи, которые вроде бы в обычных вещах должны были почувствовать. Удивительно, но наши бывшие западные партнеры, к сожалению, не учат историю. Не учат ее совсем и делают ровно те вещи, которые делали и при Фридмане, при Кейнсе. И вот сейчас то, что они раскручивают свою инфляцию, для них она намного серьезнее, чем наша. Может, они специально повторяют эти наши? Удивительно, но нет. Это такое ощущение, что они каждый раз на дни те же грабли и бьются на них и бьются. То есть мы же в этой ситуации очень серьезно заняли позицию следить за занятостью. То есть для нас это очень серьезный приоритет. Сегодня огромные средства вливаются в материальное производство. То, что мы видим за всю свою жизнь, я не видел такого, как в течение одних суток происходят меры поддержки. То есть в течение одних суток органы власти федеральные с региональными могут договориться. То есть это невероятная скорость. Но на фоне этого мы видим невероятный информационный гнет, который происходит в сетях. И получается очень удивительным образом. Мы в реальном времени следим и за экономикой, и за военными событиями, и вроде бы еще за культурными событиями. Но при этом психика и сознание у нас остались еще далеко. И голова взрывается от этого иногда. Да. И мы верили, что сейчас многие начинают говорить, что иранский вариант развития событий. Либо мы вернемся в 90-е. Ни того, ни другого не будет. Потому что с одной стороны в 90-е была очень слабая власть. И она ничего не делала. Сейчас она показывает, насколько она сильна, насколько наши золотовалютные резервы. Тот же самый вопрос дефолта. То есть мы сегодня прям развиваем этот миф. Это миф того, что там сегодня творят. А вторая сторона иранский. Но у них не было такого количества санкций. Говорить об Иране и о нас бессмысленно. Потому что мы просто должны сравнить с вами два маленьких территории, что в них находится. Теперь вопрос к нам. В первую очередь к нам. А что мы-то будем делать? Вот сегодня основной посыл мой в том, что идет инерция. То есть мы на сегодняшний день, мы получим все некие события где-то через полгода. Их не было. То есть это такая история, предподготовка. А что мы уже сегодня сделали? То есть почему понедельник начинается в субботу? Да потому что в субботу мы должны уже заложить основу для того, что будем делать в понедельник. И здесь абсолютно та же история. Если вчера бизнес не был готов, у него не была подушка, то есть он не переориентировался, не поверил, что в 2014 году, когда это первый раз было. Потому что был бизнес, который уже перестроился с того момента. То есть если он не поверил и ждет, вот он смотрит на некий общий информационный контент, и он смотрит такой, да не, все еще хорошо. То когда эти события начинаются, он уже не успевает, он уже опоздал. Сейчас решения и меры поддержки принимаются на уровне недели. А человек говорит, ой, я подожду месяц, я закроюсь, я накроюсь одеялком, и мне будет хорошо. Так не получится. То есть как только он закрыл сиделок, он опоздал. Стоять нельзя. Это не тот век. Главный ваш совет – работать. Первое – заниматься своим делом, становиться в нем максимально профессионалом и сохранять психологическое здоровье. И не поддаваться страху. Потому что страх отупляет. И на этой как раз тупости и панике построены все мировые кризисы. Спасибо вам большое. Вот как раз это вы советовали, я думаю, красноярскому бизнесу сегодня, представителям, которые у нас вот здесь за стеночкой находятся. Игорь Артемьев – налоговый советник, экономист, член Общественного совета при Министерстве экономики и регионального развития Красноярского края у нас сегодня здесь в студии. Ну и сейчас подборка вакансий непосредственно от самих работодателей. На самом деле мы всегда ищем сотрудников, особенно мы ищем клиниров, ищем дезинфекторов, ищем менеджеров по клинингу. У нас хорошая стабильная компания. Мы всегда вовремя выплачиваем заработную плату. Требуются дизайнеры, требуются толковые маркетологи, требуются проект-менеджеры. Зарплата – дело индивидуальное, зависит от уровня квалификации человека, но не ниже рынка абсолютно, даже для людей, которые приходят только после института, без опыта. В дом всегда требуются идейные люди, как в любое креативное пространство, потому что мы открыты новым идеям. В вакансии именно медицинского персонала в нем есть потребность всегда, учитывая сейчас время, когда это, так скажем, пиковый момент спроса на медицинский персонал. Поэтому сейчас да. И плюс к этому требуются сотрудники, готовые распространять в массы эту идею. То есть такие, как менеджеры по продажам, менеджеры по сопровождению наших партнеров. Благодаря таким мероприятиям ты можешь познакомиться, ты можешь узнать тренды сегодня, сделать такую настройку в своей голове, куда мы дальше должны двигаться. Поэтому я очень рада, что эти мероприятия возобновились, потому что нетворкинги – это полезно и интересно. Я была очень рада пообщаться и с коллегами, посмотреть и на коллег, и на знакомых, пообщаться. Очень хорошо собрали аудиторию, очень интересные спикеры. Оно прошло просто великолепно. Спасибо «Приме» за такое мероприятие. Очень приятно побыть в этой среде, в актуальности. Спикеры были великолепны. Анна Прохорова, как всегда, очень емко по делу. Мне понравилось в мероприятии то, что оно в принципе есть. Это очень классный формат, когда абсолютно разные люди могут поделиться своими какими-то новостями. Очень здорово было пообщаться, с кем познакомиться. Устраивайте еще, до новых встреч, с удовольствием придем. Завтрак про завтра подходит к концу. Для чего нужны такие мероприятия? Конечно, чтобы попить вкусный кофе. Это я шучу. Главное, это чтобы представители красноярского бизнеса собирались вместе, общались, обсуждали какие-то свои деловые идеи, создавали коллаборации, новые проекты. Ведь для нас, для красноярцев и жителей края, это означает открытие новых пространств, заведений, магазинов, услуг, появление. А это и есть развитие города. Спасибо, что были с нами. Все эти два часа увидимся на телеканале «Прима». Спасибо, что были с нами. Еще больше хорошего Красноярска завтра в 19.00.